не забывайте помогать нашему каналу мы существуем на ваше пожертвование сделать к сожалению это можно единственным способом через расчетный счет который мы впрочем указываем в каждой нашей передаче и в первом комментарии под каждым нашим видео несмотря на то что бст отказывается рассказывать нам что-нибудь интересное и важное я вам об этом расскажу в нашей передаче например о том что несмотря на громкие заявления ради хабирова что он дескать отменяет всякие иностранные вояжи команда хабирова больше не ездит за рубеж занимаемся башкирскими проблемами несмотря на это два министра правительства республики башкортостан на минувшей неделе были замечены за рубежами нашей родины в служебных командировках например господин гусев министр торговли и потребительского рынка он был почему-то в иране а вот министр образования айбулат хажин был замечен аж в самой сирии что там делал хажин какой свой опыт передавал или чем там перенимал непонятно но вот двое из ларца поехали в сирию и иран естественно на бюджетные деньги конечно же за наш с вами счет с какой целью какова целесообразность подобных поездок остается загадкой ну гусев может за какой-нибудь курагой поехал или за урюком а уж вот с хажином совсем непонятно чего он там делал на носу у нас уже месяц ноябрь но бст почему-то не приглашает нас всех на открытие новых школ старом сибае и в ново булгаково может быть потому что эти школы так до сих пор и не готовы напомню что готовы они должны были быть еще в августе 2021 года а теперь у нас на носу ноябрь 2022 школа эти до сих пор не построены никто из чиновников организовывавших эти мероприятия эти строительства не ответил за срыв сроков строительства я же не говорю про то как ради фаритович сучил ножками и топал каблучками кричал что уволят там значит всех этих родинах и хажинах к чертовой матери к первому сентября но никак не уволил помиловал случилось ужасное выписали выговор начальнице управление капитального строительства республики башкортостан некой и не эксановой кстати говоря очень примечательные дамочки про которую мы как-нибудь подробно поговорим каким образом она на этот пост попала и при каких весьма пикантных обстоятельствах в общем сурово наказали выговор выписали все школы стоят так и недостроены туда ездит марзаев хмурится ругает подрядчиков подрядчики теряют деньги там должна была быть доплата на рост стоимости материалов эту доплату республика башкортостан решила не требовать из москвы на общем какой-то совершенно идиотская ситуация но констатирую школы на данный момент не достроены и конечно же бст не расскажет нам о том что издание proof и ру на минувшей неделе суммировали затраты дорогого ради фаритовича на его перелеты в том числе на шикарных индивидуальных суперджетах так вот за 9 месяцев ради фаритович налетал на 60 миллионов рублей и это тогда когда жены мобилизованных буквально взрывают его аккаунты в соцсетях показывая что им на карточке за вот эти вот службу их мужей пришли суммы например две тысячи восемьсот тридцать два рубля вот такими вот деньгами возблагодарила государства воинов освободителей и воинов защитников а ради фаритович за девять месяцев на 60 миллионов летает на самолетах с кожаными белыми сиденьями вот такая вот интересная ситуация и уж совсем с гарантией бст нам не расскажет о том что пресловутая церемония открытия памятника шеймуратову о которой мы все говорим и говорим и собственно и дорогой ради фаритович об этом постоянно вспоминает так вот сама церемония обошлась нашему бюджету нам с вами в 15 миллионов рублей это на фоне того что хабиров громко кричал о том что не тратить деньги на праздники не покупать гирлянды ни в коем случае снежинок не купить пластмассовых а вот 15 миллионов только на церемонию открытия памятника легко отдал и это еще не считая тех 7 миллионов которые он просто бездарно потерял заплатив авансом за светомузыкальное шоу которое так и не случилось а 7 миллионов так и не вернулись все вот это великолепие с открытием памятника и банкетом и прочими плясками она происходит тоже кстати говоря на фоне весьма странных экономий например в роддомах республики башкортостан перестали выдавать родильные комплекта это некий набор предметов которые выдавали при рождении любого ребенка мамочкам вот теперь его не выдают из соображений экономии но зато около памятника шаймуратова проплясать 15 миллионов в течение двух-трех часов мы можем легко на минувшей неделе по белому дому республики башкортостан поползли тревожные слухи слухи о том что теперь и уралу кельсинбаеву руководителю управления внутренней политики администрации главы рекомендовано отправиться бойцом на специальную военную операцию записаться в тот самый батальон шаймуратова и отправиться шепчутся чиновники о том что сам урал кельсинбаев вовсе не в восторге от подобной перспективы несмотря на то что в отличие от азата солдата борданова он не рядовой а все-таки лейтенант запаса и имеет шанс начать командовать на передовой целы взводом но тем не менее значит урал кельсинбаев не в восторге от такой перспективы и вот уже в минувший четверг пятницу он почему-то никем не был замечен на рабочем месте я конечно не утверждаю что он дал деру но в общем на работе у не было может командировку поехала может быть и где-нибудь тренируется в тире ну пока все это слухи хотя было бы не бесполезно проанализировать природу их появления существует конечно версия о том что господин кириенко зачищает пространство в своем ведомстве удаляя оттуда на специальную военную операцию то есть на весьма себе вероятную утилизацию те негодные кадры которые понабрали губернаторы вот состав этих подразделений внутренней политики в случае с башкирии речь идет о урале кельсинбаеве азате баадранами которые собственно так или иначе курировали здесь эту внутреннюю политику ну то есть это некая такая санация со стороны сергея владелиновича но это всего лишь версия есть версия о том что и сам хабиров избавляется от надоевших токсичных сотрудников особенно если учитывать то что оба и барданов и кельсинбаев это так называемые дети мурзагулова то есть кельсинбаева вообще мурзагулов за руку привел в администрацию сосватал хабирова всячески его поддерживал и укреплял на месте руководителя управления внутренней политики это прямо мурзагулов родной отец кельсинбаеву или нареченный уж не знаю но и бадранов там тоже общем то человек не посторонний мурзагулов несмотря на все на все те проклятия которые азат солдат в последние недели обрушил на головы своего бывшего покровителя пытаясь видимо доказать радио хабиру верность вождю и как говорится вот что я здесь ни при чем и с мурзагуловом вискаря не пил ни разу но есть еще и одна интересная совсем уже такая конспирологическая версия ее высказал мне один чиновник из белого дома он сказал что и вероятно что кельсинбаев сам распустил в сми слухи о том что его хотят отправить на специальную военную операцию именно для того чтобы его туда не отправили кельсинбаев верит в то что хабиров как и путин никогда не действует под давлением или под воздействием сми и вот дескать если сейчас сми об этом расскажет то тогда хабиров не отправит кельсинбаева на специальную операцию в общем будем наблюдать за этой истории с повышенным вниманием посмотрим отправят ли этих обоих из ларца туда значит на передовую в херсон а тем временем азат солдат барданов все так же неспешно собирается воевать специальную военную операцию мелькает в белом доме тусит в парке патриот зачем-то совершает какие-то сакральные обряд обряды жертвоприношения религиозного характера ну видимо пытаясь задобрить богов войны впрочем контракт с министерством обороны азат солдат так и не торопится подписать рассказывает о том что он проходит последнюю неделю слаживания у меня простой практический вопрос боевое слаживание являясь некой частью военного обучения его можно проходить не будучи военнослужащим что ли то есть вот он не заключил контракт с министерством обороны формально не является военнослужащим в каком боевом слаживании он вообще там чего-то блеет нам в общем это очень странно но тем не менее азат солдат в своем стиле дальше тянет резину он все еще здесь башкирии никуда он не ушел рассказывает байки и щеголяет в этой своей страны полувоенной форме и в дорогих импортных берцах ситуация с неразберихой и неопределенностью снабжение мобилизованных всем тем чем на самом деле государство должно и обязана снабжать своих воинов порождает кстати говоря и массу злоупотреблений люди уже жалуются на то что какие-то совершенно неопознанные люди так или иначе тем или иными способами начинают собирать деньги для мобилизованных совершенно не факт что эти деньги дойдут до этих мобилизованных совершенно не факт что они будут истрачены на благие нужды есть подозрение что многие из этих сборов это просто обыкновенное мошенничество как вот сфере жкх как сфере банковских услуг кредитов и всяких вот этих историй когда там обзванивают и прочее прочее да просят и так далее вот в частности у уфимские фирмы и компании поступали очень странные звонки на минувшей неделе мы вам даем послушать один фрагмент из этого звонка и как говорится предупреждаем о том что не ведитесь вот уж настолько на лобовые наезды вероятнее всего это конечно мошенничество я являюсь представителем общественной организации на старте ситуации в украине мы едем в сердцем к ребятам на передовую помочь им нужно ну строчно как-то уже малых не осталось вот много всего собрали но необходимы еще некоторые позиции по медикаментам продуктами в здании и обглеватели они мерзнут там палатка уже холодно вот и хотелось бы обратиться к вам тоже за помощью а вот школе номер 128 города уфы средства вырученные от школьной ярмарки на которой дети продавали свои там поделки изделия которая произошла 30 сентября вот эти все средства волей директора было решено отправить на помощь мобилизованным то есть истратить на покупку какие-то там необходимых медикаментов через какой-то некий народный фронт ну в общем то общеобразовательное учреждение не имеет права сбора благотворительных денег так как не являются коммерческой организацией и они не составили в этом случае положенного для подобных сборов положение о ярмарке ну то есть там формальные были грубые нарушения да и вообще школе не пристало так делать да и самое главное что когда ярмарка заявлялась речи не шло о том что деньги вырученные будут потрачены на мобилизованных в общем родители очень сильно возмутились узнав об этом и пошли жаловаться и в рано и в местную администрацию тогда где сказать почему их не спросили ну и так далее то есть действительно право родители определять на что потратить эти деньги но безусловно ну школа долго кривлялась рано долго мучилась потом рано вообще открестилась от этих ярмарка что он здесь ни при чем и порекомендовала перевести деньги вырученные с этой ярмарки фонд школы в луганске ну в общем и целом я бы сказал такую вещь вот на фоне того что само государство не подтверждает что мобилизованным чего-то не хватает ну то есть тогда как мобилизованным покупают бронежилеты каски берцы ну в некоторых случаях целыми деревнями собирают их туда на фронт само государство не подтверждает что чего-то не хватает в таком случае я бы формально со стороны государства любого чиновника или ретивого директора школы которые устраивают сборы денег или имущества в помощь мобилизованным я бы со стороны государства этих людей считал провокаторами и наказывал должным образом потому что они сами что ни на есть очевидным образом дискредитирует министерство обороны заявляя что в нем там нету там того сего 5 10 либо признаете уже что да мы не можем обеспечить мобилизованных там вообще элементарными вещами ну тогда действительно люди хотя бы желая сохранить жизнь и здоровье своих близких ну купит там все вот это да хотя это действительно так и происходит в реальности только в какой-то параллельной реальности у нас государство этого не признает а граждане это понимают мэрия города уфы обладая разумом электросамоката зачем-то пугала граждан города на минувшей неделе эльвир нурдавлятов вот этот странный любимчик радио хабирова и глава одного из районов уфы совершил инспекцию по бомбоубежищем города ну по крайней мере в своем районе на бомбоубежище проверил не сообщая адресов этих бомбоубежищ гражданам он продемонстрировал фоточки как там все внутри и так далее но россияне и уфимцы они и так напуганы вот тем что сейчас происходит зачем дополнительно было нагнетать вот эту атмосферу то есть зачем им было еще давать понять что скоро их ждет перспектива отсиживаться закрытых помещениях тогда как их дома будут эмпирически бомбить враги ну то есть даже вот моделировать эту ситуацию в сознании населения я не понимаю зачем ну или вернули нурдавлятов браво посетил эти бомбоубежища показал нам всем что там все старое ветхое просроченное в частности там было видно на кадрах противогазы которые просрочены аж 92 года я не знаю чего хотели добиться представители мэрии мэрия в целом но я повторюсь репутация органа самоуправления с интеллектом электросамоката все при упрочняется и упрочняется за наши уфимской мэрии на фоне того ужаса который происходит в нашей стране и особенно на ее рубежах как-то мы стали забывать о проблемах которые еще совсем недавно считались важными которые было обещано решать в частности я говорю о проблемах обманутых дольщиков например дольщики жека московский литер 4 это горе стройка кирилла бадикова компании госстрой так вот дольщики этого объекта сообщают что так и не состоялся наблюдательный совет фонда по достраиванию и по реализации прав обманутых дольщиков наблюдательный совет 30 сентября не состоялся и решение о финансировании достраивание дома их либо выплатом им компенсации так и не принято знаете какой причине по причине цитирую недостаточного финансирования процесса со стороны субъекта рф то есть со стороны республики башкортостан мы помним что 88 процентов гасит фонд 12 процентов платит республика случае вот этих компенсаций так вот республика башкортостан куда-то дело уже выделены ранее деньги на эту на этот литер номер 4 мы не знаем на что значит пошли эти деньги на итальянские берцы для борданова или на шикарные перелеты для хабирова но в общем факт остается фактом жека московский литер 4 решение о выплате компенсацией так и не принято кстати говоря виновник торжества с этим самым жека московским тот самый директор госстроя кирилл базиков останется в сизо до 22 января 2023 года похоже что кирилл владимирович крепкий орешек не колется и не делится а может быть просто таким изысканным образом скрывается от мобилизации также похоже с носом остаются и буйные дольщики жилищного кооператива дуслы к строй те самые которые в августе голодали шумели и добились внимания администрации главы республики тогда хабиров его подручные наобещали им что в октябре вопросы будут решены причем обещания были очень смутные на самом деле зыбки при этом хабиров голосом артема ковшова пообещал решить вопрос в арбитражном суде вот непонятно чтобы это значило в общем здесь тоже факт остается фактом скоро ноябрь по поводу этого дуслы к строя ничего не решается а вот под окнами этого самого знаменитого дома смерти жк дуслы к строй уже найдена очередная мертвая девочка которая то ли была убита то ли покончила самоубийством господин дементьев виновник этого банкета хитро продолжает улыбаться в сторонке администрация хабирова делает вид что она здесь ни при чем и ничего не обещала как известно хабиров запретил чиновникам республики праздновать новый год ну по крайней мере шумно с приглашенными гостями а всем остальным намекнул что им тоже бы здорово было бы не праздновать этот новый год шумно и с приглашенными гостями а лучше вообще никак при этом потратив 60 миллионов на себя дорогого только на перелеты в шикарных самолетах хабиров запретил муниципалитетам и городам покупать что-то новое к новому году любые украшения гирлянды и прочее в общем вот как то так кстати говоря в республике татарстан ничего подобного не случилось имени ханов никому ничего не запрещает в нашем телеграм-канале открытая политика мы спросили наших подписчиков об истинной причине вот этого запрета странного поведения главы республики более 1200 человек откликнулись на наш вопрос из числа подписчиков нашего телеграм-канала и поделились своим мнением по поводу вот этой проблемы пять процентов опрошенных полагают что проснулась природная скромность и тяга радио фаритовича к умеренности пять процентов в это верит 11 процентов опрошенных считают что эта мера абсолютно бессмысленна что эта экономия на спичках и экономия не там где она должна быть экономии то есть подтверждают мои предположения что есть еще резервы где у радио чем можно на экономить еще больше нежели вот на этих вещах 24 процента опрошенных предположили что хабиров в ожидании траура и многочисленных пока рок похорон мобилизованных в ближайшее время которые накроют неизбежно россию как бы хабиров предугадал общественную обстановку и настроение в обществе и вот как бы пресек все празднования ну в преддверии траура и печали а вот 60 процентов абсолютное большинство опрошенных просто не поверили хабиров и считают что чиновники и сам хабиров буйно и шикарно отпразднуют новый год у кого получится еще и за наш счет это сделают в общем вот как то так я кстати говоря присоединяюсь к последней категории опрошенных если вы хотите участвовать в наших опросах а мы их проводим еженедельно если вы хотите выразить свое мнение или вообще вам есть что сказать подключайтесь к нашему каналу открытая политика в телеграме там не идут интересные дискуссии там есть интересные люди подписчики с ними можно напрямую контактить можно комментировать наши посты и так далее и там информации больше чем даже у нас здесь на канале так что всех приглашаю подписывайтесь завтра 23 октября у нас случится 70 стрим открытой политики всех приглашаю подключайтесь вопросы заранее можно присылать в комментариях вот под этим нынешним видео это самый простой путь и я их все обязательно прочитаю так что завтра увидимся подключайтесь поговорим вопросы ответы стрим номер 70